Самые необходимые вещи, у кого-то дивана нет, у кого-то вообще пол надо менять, ДВП срочно делать. На митинг сотни жителей Кудымкара вышли с обычными бытовыми просьбами. Никакой политики. Но это говорят только пока. После сильного наводнения им нужна помощь в ремонте домов. У кого еще ее просить, если не у государства? Я хочу спросить, здесь есть представители, нет? Город, город, городской думы, кто-то есть, нет вообще? То есть они даже этого не слышат. Вот там вот, да, у них музыка играет, да? Это все видно, вон оно, все плесневеет. Видишь они по бокам, все. Это все в плесени. Вот так приходится нам жить. А все равно же спать надо где-то. Среди митингующих была и Светлана Попова. На этом плесневелом диване им с мужем и ребенком теперь приходится ночевать. Остальное пришло в негодность. Вода в доме стояла полметра неделю. Вот на мебели видно полосу. На съемное жилье денег у семьи нет. Дома не взяли в ипотеку год назад. И вот снова влезли в долги, чтобы хоть как-то починить жилье. Звонили мне соцзащиты. Говорили, что если мы работаем, нам вообще никакой помощи не будет первоначальной. Везде пишут, везде говорят, что поступили деньги. 140 миллионов в размере, да? Ну, как мы обращаемся за первоначальной помощью, вот даже это от 3 до 15 тысяч, нам говорят, что денег нет. Весенним поводком затопило целый район Кудымкара. Пострадало почти 500 дворов и 1500 человек. Причем администрация не могла не знать о возможном половоде, говорят люди. Осенью их впервые затопило после сильных дождей. А значит, что-то случилось с руслом здешней реки или дамбы. Переселите всех людей, дайте им жилье, переселите. И пускай топит тогда каждый год здесь. Дайте им другое жилье. Если у вас пруд, вы не хотите закрывать, а люди должны страдать, дайте другое жилье в другом месте дома нам. И мы переселимся, переедем отсюда. И не будут нас топить, и не будем мы настаивать, чтобы нам компенсации какие-то выделяли. И вы не будете тратиться, затраты у вас не будут. Каждый год. И вам ответили. Нам ответили. Посмеялись. Да, посмеялись и ничего не будет. Зато по району гоняют комиссии одну за другой. Чиновники оценивают имущество людей и раздают советы, как лучше просушить жилье, например. Ну, надо, знаете, что делать сейчас? Открыть все и проветривать. Так вот проветривай, вот я сейчас баба и мужик на меня соберутся. А перед камерой рапортуют. Деньги из бюджета на помощь людям выделены. Власти и муниципалитет работают в усиленном режиме, работая по выплатам, организовывая выплаты гражданам. Скажите, пожалуйста, хоть один раз получали выплаты? Нет. Ждать люди не могут, им нужна помощь сейчас. Так что они решились написать президенту. Думают, он поможет отыскать деньги на ремонт их домов. Приморью, говорят вон, всем миром на дома скидывались, а чем они хуже? Александр Косаткин, Екатерина Пономарева. Для настоящего времени.